Уважаемые дамы и господа, мы провели переговоры по всему спектру нашего внешнеполитического взаимодействия и считаем их весьма полезными. Разумеется, в центре наших переговоров была ситуация в Сирии и вокруг нее, и положение в регионе Ближнего Востока и Севера Африки в целом. Мы с удовлетворением констатировали, что подавляющая часть территории Сирийской Арабской Республики освобождена от террористов и остаются задачи ликвидации пока еще сохраняющихся террористических очагов, прежде всего в районе зоны деэскалации Идлиб. Неприемлемо, что террористы, которые там окопались, прежде всего из Джабхатан-Нусра, пытаются использовать эту зону деэскалации для подготовки атак на позиции сирийской армии и даже для попыток атаковать с помощью дронов территорию российской военной базы в Хмеймиме. Мы обменялись оценками хода действий по размежеванию, вооруженной оппозиции, которая готова к диалогу с правительством Сирийской Арабской Республики от террористов. Мы поделились теми переговорами, которые на эту тему Российской Федерации продолжает вести с Турцией. Наши сирийские друзья поделились ходом своих усилий по организации дополнительных локальных замерений с вооруженными формированиями, которые в Идлибе находятся и которые хотели бы отмежеваться от Джабхатан-Нусра и своими усилиями по обеспечению безопасности гражданского населения в этой зоне деэскалации. С обеих сторон была подтверждена приверженность скорейшему началу политического процесса на основе резолюции 2254, на основе договоренностей, которые были достигнуты между самими сирийцами в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Мы рассмотрели вопросы, связанные со созданием условий для возвращения. Скорейшему возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам их постоянного проживания. Господин министр рассказал о том, что предпринимается сирийским правительством, для того, чтобы обеспечить такое возвращение при обеспечении условий безопасности, при обеспечении недискриминационного отношения к возвращающимся. Мы едины в том, что сейчас особую срочность приобретает мобилизация международного сообщества на участие в работе по созданию условий для возвращения беженцев, включая оказание гуманитарной помощи, содействие в восстановлении социально-экономической инфраструктуры и реализации проектов, которые обеспечивали бы возвращающихся рабочими местами. Мы можем участвовать в том, что срочетание договора с дорогами, в том, что жильество общественного сообщества неудобного другой китайского подразделения принимает. Россия готова наращивать свой вклад в решение этих задач. Данные вопросы будут одними из приоритетных в ходе завтрашних переговоров господина министра с вице-премьером российского правительства Юрием Борисовым в качестве сопредседателей Российской Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Считаем, что идущий вопрос. Считаем, что и другие страны должны активно подключаться к этим усилиям. Особую роль здесь отводим организации объединенных наций, структурам, которые функционируют в рамках системы ООН, различные специализированные учреждения, фонды, программы. Они должны в соответствии со своими уставными документами активно включаться в работу по мобилизации международной помощи на указанные цели. Мы считаем, что это важный вопрос в том, что мы должны вступить в работу по мобилизации международной помощи. Хорошо известно, что прогресс в деле сирийского регулирования, в деле борьбы с терроризмом, в решении гуманитарных вопросов, в создании условий для возвращения беженцев не всем по душе. Предпринимаются усилия затормозить эти процессы, использовать различных провокаторов, включая и экстремистов, и известных провокаторов, которые называют себя белыми касками и славятся тем, что устраивают постановочные сцены применения якобы сирийским правительством химически отравляющих веществ для того, чтобы дать западным странам предлог для нанесения ударов по Сирийской Арабской Республике. 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 Готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлебе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел четко и жестко предупредили наших западных партнеров, чтобы они не играли с огнем. Сирийской Арабской Республике. Сирийской Арабской Республике. Стабильность этой страны принципиально важна для обеспечения безопасности и процветания всего Ближневосточного и Североафриканского региона. Мы договорились о дальнейшей координации действий. И по вопросам сирийского регулирования, и по другим аспектам повестки дня в этом важном для судеб всего мира регионе. Мы решили, чтобы объемить антитеррористическую операцию в социальных обеспечения безопасности и соответствующих других основных условий. Спасибо. Спасибо. В этом подходящее для этого своевременное время. Действительно, хотел отметить, что Москва в последнее время стала центром в том, что касается связи и встречи различных сторон по решению вопросов Сирии. Мы также с господином министром поделились мнениями по последним этим встречам. Мы и Руссия были широко в мукофахе архаба. Мы действительно с Российской Федерацией являемся союзниками в деле борьбы с терроризмом. За последнее время нам удалось достичь очень многого на полях сражений. И сейчас можно отметить, что мы приближаемся к завершению выполнения задачи по искоренению терроризма в Сирии. И естественным образом мы в Сирии сейчас активно думаем над проектами программы восстановления нашей страны. Мы хотели бы отметить в этой связи, что Российской Федерации будет отдана приоритет, что касается реализации этих проектов. Мы, в чьи верность по защищению терроризма и подписчиков в Сирии, Сейчас мы действительно находимся на завершающей стадии по восстановлению безопасности и стабильности в нашей стране. Однако при всем при этом мы всегда помним и мы не забудем те страны, которые чинили нам препятствия на этом пути. Они уже чинили эти препятствия на протяжении семи лет. К примеру, после того, как наши войска освободили населенные города Думы и Восточную Гуту, Соединенные Штаты со своими союзниками совершили массированную атаку и проявили крайнюю враждебность в отношении нас под предлогом использования нашими войсками химического оружия. И сейчас они пытаются повторить тоже сценарий для нанесения ударов по Сирии. Все это делается с целью сопасти боевиков Нусры и, конечно, с тем, чтобы нестабильная ситуация в этом регионе продолжалась. Мы действительно используем свое право на защиту со всей силы. И хотели бы подчеркнуть, что попытки, подобно тем, которые собираются предпринять Соединенные Штаты и другие, последствия будут действительно устрашающими и окажут негативное влияние на ситуацию. И действительно, мы прямо сейчас предостерегаем от совершения такой тройственной агрессии в отношении сирийского народа. И мы с ними делаем, претендуют все согласие с Сирией. И мы делаем это снижение, что у нас подчеркнули, что у нас подчеркнули, что у нас подчеркнули, что у нас подчеркнули. Продолжение следует... В том, что касается Идлиба, мы настроены в этом вопросе идти до конца. Наша главная цель – это боевики Джабхата Нусры. Однако хотелось бы отметить, что для нас приоритетным является организация по возможности максимального количества местных замерений со всеми теми, кто этого желает. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы избежать возможных жертв среди гражданского населения и вообще избежать кровопролития. В качестве демонстрации таких намерений мы в координации с теми, кто примирился, хотели вывести через аэропорт Абу-Зугур гражданское население. Однако боевики Джабхата Нусры препятствовали этим планам, они задержали большинство людей и сейчас их удерживают. Редактор субтитров Абхата Нусры препятствовали со всеми тем, кто правил их. И сейчас мы приступили к нашим планам по возвращению сирийских беженцев в свои дома. И в связи с этим хотелось бы отметить, что мы говорим Западу, что если они хотят и беспокоятся действительно о сирийских беженцах, то им в первую очередь нужно принять активное участие в тех вопросах, которые касаются восстановления Сирии, восстановления ее инфраструктуры и экономики в целом. Еще раз в завершение хотел бы выдарить министра иностранных дел России за встречу, а также передать признательность сирийского народа российского народа за все то, что он поднимается. Семина, Семина. 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 Продолжение следует... Как вы оцениваете вооружебные заявления США в адрес Сирии, в особенности относительно применения химоружия, и как вы относитесь к присутствию американских военных на территории Сирии? В первую очередь, что касается присутствия американских военных на территории Сирии, то это присутствие является враждебным и незаконным. Никто не просил их привозить свои войска на территорию нашей страны. Продолжение следует... В том, что касается действий Соединенных Штатов, хотел бы отметить то, что уже упомянул министр страны России, это в отношении белых касок, когда они содействовали операции по их перемещению, операции на юге Сирии, по перемещению сначала в Израиль, а потом в Иорданию, и сейчас они, судя по всему, вернулись, переместились в Идлиб. Британские спонсируют, они ими руководят. Они стояли за организацией тех сфабрикованных сценариев использования химического оружия, и сейчас они готовят подобное развитие ситуации с использованием химического оружия в Идлибе. По нашим данным, недавно они похитили 44 ребенка в зоне Идлибе для реализации постановки с химическим оружием. Я подытожу, хотелось бы отметить, что они пытаются сейчас, западные силы пытаются организовать тройственную агрессию в отношении Сирии с целью спасти боевиков Джабхаттан-Нуср в нарушении всех имеющихся решений Совета Безопасности. Ещё раз бы хотелось отметить, что в Сирии нет химического оружия. Она его не использует, в первую очередь, по нескольким причинам. Это нравственный аспект данного вопроса. Также сейчас сирийская армия одерживает победу за победой, поэтому нет необходимости в использовании такого оружия. Однако, независимо от того, будет ли совершена эта тройственная агрессия или нет, это никак не повлияет на наше стремление завершить, начать и освободить территорию Сирии от террористов. Что касается химического оружия и угроз со стороны Соединённых Штатов и других западных стран, то их послужной список в этой сфере хорошо известен. Этот список базируется на провокациях, которые устраивались для того, чтобы получить предлог для нанесения ударов по позициям сирийской армии. Показательно, что инциденты вопроса, в апреле 2016 года в Хан-Шейхуне, в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне, в апреле этого года в Думе, под предлогом которых были нанесены удары, до сих пор окончательно не закрыты по линии инспекторов организации по запрещению химического оружия. В том числе, в обоих случаях были грубейшим образом нарушены нормы и процедуры, соблюдать которые требует Конвенция о запрещении химического оружия. Доклад ОСХО по инциденту в апреле этого года в Думе до сих пор не выпущен. Мы не раз привлекали внимание наших западных коллег недопустимости грубого манипулирования этой международной организации. Но попытки такого манипулирования продолжаются и даже нарастают. Что касается присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов да и других западных стран на территории Сирии, то, конечно же, оно незаконно, нелегитимно. Американцы многократно обещали, публично заявляли, в том числе устами своего президента, о том, что они уйдут из Сирии. Но каждый раз находили дополнительные предлоги, чтобы там остаться. Сначала говорили, что уйдем, как только нанесем удар по ИГИЛ. Потом новый критерий появился – необходимость стабилизировать общие ситуации в стране. Теперь уже заявляется о необходимости для американцев там оставаться до тех пор, пока не начнется, а то и пока не закончится процесс так называемого политического перехода. Все это не очень красит наших американских партнеров. Они также обещали нам не раз ликвидировать незаконно созданную ими в одностороннем порядке так называемую зону безопасности АТ-ТАНФ и обеспечить доступ ООНовцев, международных организаций в лагерь беженцев Рукбан, который активно используется остатками ИГИЛовцев для того, чтобы набираться сил, восстанавливаться и наносить удары по позициям сирийской армии. АТ-ТАНФ АТ-ТАНФ Отмечу, что в ходе наших посланий, в последних контактов с американцами вроде бы вырисовывается понимание о том, что следует как можно скорее открыть лагерь Рукбан и под эгидой ООН вывести оттуда беженцев, чтобы они могли вернуться к своим родным очагам. Надеюсь, это понимание реализуется и воплотится в практические дела. Но у американского присутствия в Сирии есть не только военный аспект. Категорически возражая против вовлечения мирового сообщества в создание условий для возвращения беженцев на территорию Сирии, которая подконтрольна правительству, одновременно наши американские коллеги занимаются активным обустройством восточного берега Ифрата, восстанавливают там инфраструктуру, социально-экономические сети и создают даже квази-государственные органы местного управления. Это тревожит, это очревато попытками расколоть Сирию, что является абсолютно недопустимым и грубым нарушением всех решений Совета безопасности, которые многократно требовали уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. А также я хочу сказать, что американские сейчас требуются для того, чтобы уничтожить международным сообществом и государственным сообществом и для того, чтобы уничтожить суверенитет и суверенитет и суверенитет. Но в отношении суверенитет американцы Еще раз подчеркну, односторонние действия – это путь никуда. Нас всех должны были хоть чему-то научить ситуации, которые складывались с вторжением в Ирак, с агрессией против Ливии. Проблемы Сирии, проблемы региона можно решить только через коллективные действия, без каких-то скрытых односторонних повесток дня, без двойных стандартов. И мы по-прежнему, как и раньше, готовы к такой открытой работе со всеми, без исключения, внешними игроками и, естественно, со странами региона. Сергей Викторович, первый вопрос к вам. Вы вчера, сегодня уже говорили о усилиях между российскими и турецкими военными по поводу военной операции Выдлеби и размежевания между террористами Джабет Аннуса и той оппозиции, которая готова на политический процесс. Есть ли какие-то конкретные сроки для этого процесса? Это будет до саммита в Иране, тройки гарантов, после. И вот вчера вы встречали здесь своего саудовского коллегу. Играет ли какая-то роль Россия по сближению позиций между Дамаском и другими арабскими столицами? Если позволите, я по-арабски задам вопрос вашему коллеге. Субтитры создавал Дамаск. 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 В связи с этим, весьма логично то, что обе стороны решили подписать подобное соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит им его укрепить и расширить. Субтитры создавал Дамаск. Субтитры создавал Дамаск. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Вопросе возвращения беженцев, сельских беженцев на свою родину и существуют те организации, в первую очередь, это Верховный комиссариат по делам беженцев, ОВКБ и других организаций, которые препятствуют активизации, реализации данного проекта. Как вы думаете, какие цели они преследуют, почему они препятствуют и не помогают в этом вопросе? И второй вопрос, это какие действия предпринимает сирийское правительство для возвращения беженцев на родину? Я не хочу, чтобы мы относимся к этому вопросу, к этому вопросу. Что касается первого вопроса, я не хочу комментировать позицию УВКБ, так как УВКБ является частью ООН, а, как нам известно, роль США в структурах организации ООН очень сильна. Сейчас они хочу тахкейк оценщит их в военном плане в Сирии, несмотря на все усилия, которые они для этого провели. И сейчас они хотят воспользоваться моментом, чтобы получить какие-то дивиденды через политический процесс и недопущение возвращения сирийских беженцев в свои дома. Мы, правительство Сирийской Республики, приветствуем возвращение сирийских беженцев в свою родину с тем, чтобы они приняли участие в восстановлении экономики нашей страны и присоединились к тому движению, которое будет формировать будущее нашей страны. Я хотел бы здесь подтвердить, что сирийское правительство гарантирует безопасность сирийских беженцев, которые возвращаются и будут возвращаться в свою страну. И также мы готовы обеспечить все необходимые условия в экономически-социальных сферах для их комфортной жизни в стране. И со своей стороны мы также обязуемся и обеспечим условия для недискриминационного положения тех, кто возвращается. В настоящее время Сирия готовится к созданию новой конституции. Вот мой вопрос. Будет ли сирийское правительство учитывать право курдов в новой конституции? Станет ли федеративным государством с возможностью автономии для курдов? Вопрос к уважаемому Валиду Мхалему. Вопрос к уважаемому Валиду Мхалему. Вопрос к курдисту 24 и ориене. Во время раея на Сурии, вы имеете в виду сияжьи Достория Джадид? О том, что Сурия является правильным сияжьей Достория Джадид? О том, что сияжьи Достория Джадид? И что сияжьи Достория Джадид? Я не имею в виду сияжьи Достория, но есть сияжьи Достория Джадид? И что сияжьи Достория Джадид? И что сияжьи Достория Джадид? Первое, я хотел бы отметить, что я напрямую не занимаюсь вопросами Конституции. Будет существовать непосредственно комитет, который будет эту Конституцию разрабатывать. Также хотел бы подчеркнуть, что наши курдские братья – это такие же граждане Сирии, как и все остальные. С pelvic floor достория Джадид? Моя причина из достория Джадид? И неизбежь, что это может быть, что правильное 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 правило? И неизбежь листье всего Сурия говорит о таких правильных правилах! Это – оно предполагается в этот граждан. И я хочу отметить, что вопросы, которые вы задали, о правах курдов в будущей Конституции. Я на данный момент не знаю, какие права будут включены в эту новую Конституцию. Так же, как я не могу вам сказать с совершенно точностью о том, какой формы правления и государственного устройства будет в Сирии. Эти решения будут приниматься путем переговоров и диалога между сирийцами, между самими, всеми сирийцами и посмотрим в будущем, как они будут. Спасибо. Шукран. 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 Шукран.